Ко мне на улице подошёл кот и обнял меня. Олег пишет, бумажник, проверь. И сосиски в карманах, если они у тебя были. На это больно смотреть. Да ничего, потом искупаешь и всё норм. Как ты развлекаешься? Я люблю сидеть на Амазоне и приближать картинки с костюмами для животных. И самое ужасное, меня это веселит. А животных не особо. Когда решил кардинально поменять свою жизнь. Нет, так больше нельзя. Пора уже что-то менять в своей жизни. Плюх. О да, так-то лучше. Говорят, кошки ложатся на больное место. Сегодня моя кошка легла на мой кошелёк. Она ещё никогда не была так права. Бумажник-то проверь, как советовали в первом мемасе. Может не надо худеть, а? Надо. Вонючий ты салат. Я капуста. Замолчи. Что вообще может быть прекраснее дня рождения твоей котечки? Пять лет. А моей кошке 30 июня будет 4 года. Кот, тебе нельзя. Нет, Мозя. Я говорю, нельзя. А я говорю, Мозя. Кот, остановись. Это не тебе. Кот, нельзя. Мозя, 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 Мозя. И да, всем привет, друзья. Меня зовут Алексей Сова. И это новый выпуск Мимозга. С котиками поехали. С котиками поехали. Котик, ты чего там сидишь? Я в домике. А вылезать-то собираешься? Нет. А что же интересного вот так сидеть целый день? Взгляни, вон все гуляют, веселятся. А ты сидишь. Вылезай давай уже. Я ничего не хочу. Отвалите. Ну, котик, ну так нельзя же. Мне Мозя. Доктор, похоже, у вас серьезное заболевание. Я. Какое? Доктор, смотрите сами. Я. Доктор, я Мурмур. Это снимок мозга типичного зрителя Алексея Савы, который пересмотрел все видосы. Да что ж вы делаете, ироды? Похоже на то, что кот сам открутил кран. Хватит работать, пора спать. Мне, на твоем ноутбуке. А ты иди делай, что хочешь. Вон, пожрать мне приготовь пока. Я посреди ночи ищу кота, чтобы взять его к себе в кровать. А кот при первой же возможности убегает. Так, надо вставать что-то делать. А хотя зачем? Я же котенок, греющийся на солнышке. Он испугался грозы и залез под кровать. И моя мама принесла ему ужин туда. Если это не любовь, то я не знаю, что это тогда. Прикольная у кота миска. В форме кота. Из жизни беззаботной котечки. Хорошо быть котечкой. Валяешься такая целый день, а потом встаешь. Хорошенечко так потягиваешься. Сладенько зеваешь. Туда посмотрела. Сюда посмотрела. Опять туда посмотрела. Теперь можно и покушать. О, удобненько. А ему точно так удобненько. Капец он шар. Я была у ветеринара и решила зайти в магазин прямо с кошкой. Выглядело это примерно вот так. Прикольно это, чтобы она не убежала. Находчивая хозяйка. Кошка по кличке Потейту выглядит так, будто все время немножечко охреневает от происходящего. Да не немножечко. Я бы тоже охреневал, если бы меня назвали Картошка. Хочу передать привет всем, кто не может просто так пройти мимо уличных котов. Не поговорив с ними и не погладив. Ребята, я с вами. А еще не подкормив. Лучший подарок женщине, это конечно же котик. Блин, чувак, как ты смог запаковать кота? Это же нереально. Он бы всю обертку там погрыз. Для тех, кто хотел рассмотреть носик поближе. Мало, нужно еще ближе. Кота из песни не выкинешь. Попробуйте в любой песне любое слово заменить на слово кот. И увидите, что песня станет куда лучше. Кот мой, бойся меня. Кот мой, не отрекайся от меня. Нелюбимый кот, прости меня. Любимый кот, люби меня. Друзья, пишите в комменты свои варианты названий любых песен, где любое слово вы замените на слово кот или кошка. Посмотрим, у кого смешнее получится. Мой вариант, проклятый старый кот. Ну, у короля и шута есть песня о проклятый старый дом, если вдруг кто не знал. Мое психологическое состояние на данный момент, кот со сломанным урчальником. Окей, гугл, может ли у кота сломаться урчальник? Конечно может, если ты его обижал. Человек, у меня к тебе серьезный разговор. Кажется, меня в этом доме совсем перестали ценить. Это что, блин, такое в моей коробке? Зачем ты ее завел? Тебе меня мало. Вы поставили сюда цветы? На мое любимое место? И вам не стыдно? Кот, ну ты же все равно туда помещаешься. А еще раз цветы поставили на твое место, значит это твои цветы. Можешь их съесть. Или скинуть с подоконника. И тебе за это ничего не будет. Но это не точно. Мы считаем котов восхитительными, не придавая значения худые они или толстые. Так почему же мы относимся к людям по-другому? Но не все так относятся к людям. Как по мне, так не важно, худой человек или толстый. Главное, чтобы он был добрым, дружелюбным. Ну и все такое. Я вот сам не особо-то и худой, скажем так. Маленький милый котик. Хотели бы себе такого? Это рысь? Мне вот иногда приходит осознание того, что у меня дома живет большой пятикилограммовый зверь. Хищник. И что может произойти, если его вдруг переклинет и что-то пойдет не так? А тут рысь. Дома завести. Капец, очкова как-то. Загадка. Что я делаю днем? Я ночью. Ну и почему я еще не похудел? Действительно. Вот загадка-то. Эй, хозяин. Время уже три часа ночи. Пойдем пожрем. Когда вышел с работы и почувствовал ветер свободы. А почему у него шерсть сдувается в одну сторону, а язык в другую? Какой-то ненормальный кинул во двор моему питбуллю на съедение двух котят. Только вот он не учел одного. Мой питбуль боится кошек. В смысле кинул на съедение? Что это за изверги такие? А котята волей судьбы явно попали в хорошие руки. Может показаться, что я ничего не делаю. Но на клеточном уровне я очень занят. Ну и что ты мне сделаешь, кожаный ты мешок? Водой оболью. Как тебе такое, кот? Нежданчик, да? С этим котиком шутки плохи. Фига себе у него когтища. На маникюр бы его. Между нами тает лед. Скоро пожру, скоро пожру. Ну, чтобы пожрать, еще поймать эту рыбку надо. И приготовить. Хотя коту, наверное, можно и не готовить. Недавно купил подставку для ног. В надежде ее использовать. Но у моего кота другое мнение на этот счет. Мне нужнее, говорит кот. Вот, получается, это теперь подставка не для ног, а для кота. Ой, на себя посмотри. Сам ты толстый. Сам ты мимими. Я хышник. Кто именно из них хышник? Коротко о моей фотогеничности. А что, довольно крутой кадр. Последняя попытка уложить малыша спать. Я долго пытался понять, что здесь происходит. Оказывается, здесь кошка села на котенка. Если вы тоже не поняли сразу. Иногда мне кажется, что я делаю вид, что у меня депрессия ради внимания. Моя депрессия реально считает, что она недостаточно хороша, чтобы быть настоящей. Мне кажется, у моей депрессии депрессия. Как сказал бы любой котик, ляг поспи и все пройдет. Шведский стол. Да, конечно, а денежки кто платить будет? Кажется, там что-то не очень вкусное. Просто ему, наверное, кусочек мяса горячее дали. Мы на 8 марта ездили к родителям, жарили там шашлыки и грибы на костре. И один грибочек выпал из решетки. А у родителей живет Вася. Это кот, брат леди Сильваны. Я пошел этот грибочек помыл под водой и дал его Васе. Но я не рассчитал, что кусочек еще горячий. И бедный голодный Вася кряхтел, пыхтел, но съел его. Я только потом понял, что грибочек-то еще горячий был. Но с котом все нормально. И с грибочком тоже. Когда не можешь выбрать, что покушать? Сэндвич или яишенку? Бери яишенку, там вот мяско есть и сосиска. А в сэндвиче что-то мясо не видно. Однако пусто. Я начал использовать Шрека как единицу измерения времени. Где один Шрек? 1 час и 35 минут. Продолжительность фильма. Пример. Увидимся через Шрека. 1 час и 35 минут. Ужин будет готов через пол Шрека. 47 с половиной минут. До моего дня рождения осталось всего 469,9 Шреков. 1 месяц. Называйте меня Мегамозг. Также можно измерять время в роликах Алексея Совы. Ну где один ролик, это 10 минут. Типа ужин через один ролик Алексея Совы. Называйте меня Мемозг. Как вам такое? Вы только посмотрите, как сильно он вырос. 1 неделя, 1 год. Ира пишет, это как одно из тех яиц, которые помещаешь в воду и из него вырастает огромный динозавр. Да, или полотенце. Не суди книгу по обложке. Дизайнеры обложек книг. Ты смерти моей хочешь, да? Пойти поесть или дальше спать? Вот в чём вопрос. Ничто не мешает и пойти поесть, и пойти потом дальше спать. Где взяла, где взяла. Подружка дала поносить. Забавный у него хвостик. 7-летний я, когда случайно зарифмовал два слова. Именем. Мой котёнок начинает мяукать каждый раз, когда я отпускаю её и ухожу куда-либо. И она не даёт мне помыть посуду, так что я ношу её с собой в кофте повсюду, пока занимаюсь домашними делами. Вот что значит настоящий ручной котейка. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Не забудьте поставить лайк этому ролику, а также подписаться на канал, если ещё не подписаны, и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!